Посылка 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 к тому, что в дверь снова постучат. Стук был такой громкий, как если бы в тот Новый год Дед Мороз протрезвел и вернулся, желая лично послушать праздничные стихи. Олег Петрович, здравствуйте, у вас тут посылка. Я подумала, вдруг украдут, поэтому решила постучать. Голос соседки Надежды Степановны был немного тревожным. Она оглядывалась по сторонам, что вполне объяснимо, ведь на двери Олега Петровича была прибита табличка «Осторожно, злая собака», которая каждый раз намекала о нраве соседа, никогда не державшего в доме собак. Спасибо, Надежда Степановна, спасибо за вашу участливость в моих личных делах. Надежда Степановна смутилась и торопливо попрощалась. Оставшись один, Олег Петрович взял в руки нож и решил покончить с этим постыдным волнением. Двумя смелыми движениями он скрыл коробку, отметив для себя, что скотч уже разорван. Посылку явно вскрывали до него. Он не сразу понял, что внутри. Такие предметы ему не доводилось видеть раньше, поэтому потребовалось время, чтобы все рассмотреть. Это была силиконовая мужская фигура с огромным фалосом. Стиль намекал на древнегреческую мифологию, но все остальное намекало Олегу Петровичу на предназначение предмета. Подпись под фалосом сообщала. Приап. Бог плодородия. Двадцатый век до нашей эры. В коробке лежала записка. Олег Петрович развернул ее брезгливо. Дорогая Надежда Степановна, я разочарован нашей последней встречей и тем, как вы нелестно отзывались о размерах моего достоинства. В связи с этим примите в дар этого идеального героя ваших ожиданий. Надеюсь, хотя бы он не затеряется в глубинах вашего невежества и станет верным другом в те дни, когда ваш уважаемый супруг находится вдали, подозревая намеренно от вас и ваших бесконечных недовольств. Я не держу на вас зла. Расстанемся с миром. Ваш В. Олег Петрович медленно отодвинул штору и увидел сидящую на крыльце в обнимку с мужем Надежду Степановну. Она щебетала что-то не переставая, в то время как он поправлял плед на ее коленках, пытаясь уберечь от осеннего ветра. Олег Петрович снова подошел к коробке с приапом. Вообще-то не двадцатый век до нашей эры, а первый. Подумал он и выбросил посылку в мусорное ведро.